По монастырской технологии астраханские священнослужители наладили производство кваса. Рецепт исконно русского напитка формировался на протяжении многих лет и теперь радует астраханцев. Тему продолжат наши коллеги. Сначала молитва на благое дело. После нее, говорит отец Александр Успенский, процесс идет как по маслу. А это немаловажно, ведь живой квас очень капризный и требует особых условий и отношения. Его рецепт из глубины веков. Основные ингредиенты – ржаной солод, ржаная мука. Их поставляют из Рязани. Батюшка объездил пол России, чтобы подобрать самое лучшее. Это в основном те старые сорта, которые выращивались еще в Советском Союзе. Кроме того, ржаные отруби, высококачественный хмель, сахар, вода. Все натуральное. Если привести такой пример нашего знаменитого полководца Суворова, то когда ему предложили полечиться после всех походов в отставке на различных курортах Европы или на Кавказе, то он отказался, что ему нужна молитва, русская изба в деревне, каша и квас. То есть вот это, говорит, мне поможет. Вода очищается специальными фильтрами. Здесь все сделано по уму, рассказывает настоятель князь Владимирского собора. Уникальные технологии и современное оборудование из пищевой нержавеющей стали, привезенное из Волгодонска. В роли технолога сам Батюшка Александр. Этому способствовал и то, что он по своей мирской профессии инженер. К тому же квасоваренье обучался в Никола-Шартомской монастыре в Ивановской области, куда его посылал астраханский владыка Никон. Сам процесс занимает двое суток, начиная от момента закваски. При определенном температурном режиме она здесь выстаивается, начинается брожение. При созревании кваса требуется температура, как у человека, 36 градусов. Потом, когда уже созреет, ее понижают. Вот он, наш солодовый квас. Многие говорят, почему он такой мутный. Это как молоко, как оно может быть прозрачным, так и квас. Здесь все полезные элементы и витамины сохранены. Поэтому и молочно-кислые бактерии. Поэтому этот квас пусть послужит вам во здравии души и тела. Развозят вкусный и полезный напиток, поднимающий иммунитет, по шести торговым точкам. Здесь его уже ждут с нетерпением. Очень вкусный квас. Чувствуется, что компоненты очень качественные. В день очень много людей приходит. Максимум где-то 70-150 литров даже не хватает в день. Есть у претерей Александра Успенского мечта. Хочет он научиться печь настоящий монастырский солодовый хлеб. Я бы, конечно, хотел тоже научиться взять благосостояние у владыки. То, что даже когда я был у эксперта, когда приносил квас, она мне сказала, есть такой, в монастыре пекут. Это было бы замечательно. Сейчас уже такого хлеба нет, чтобы был на закваске. А то, что в монастыре делают, это совершенно другое. Ведь это будет живой хлеб. Такой хранится больше недели. Разрезаешь, а его как будто только что испекли. И если монастырский солодовый продукт появится на столах у астраханцев, это будет настоящий подарок для людей.